Бытовой стокгольмский синдром в отношении к родителям. Что это такое, как он проявляется, а главное, как от него избавиться? Будем разбираться уже прямо сейчас. В нашей студии появилась Оксана Анищенко. Это психолог и эксперт нашей программы. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что, давайте в принципе разберёмся. Для начала, что такое стокгольмский синдром? Стокгольмский синдром — это когда двое человек находятся в разрушающих отношениях, где есть агрессор и жертва. В общем, жертва не может контролировать, отслеживать вот это разрушение. Там весь феномен заключается в том, что у жертвы формируется симпатия по отношению к агрессору. И почему она формируется? Это как защитный механизм внутри разрушающих отношений. И жертва постепенно начинает отстаивать своего агрессора, защищать его и зачастую скрывает такие отношения, чтобы агрессору не причиняли зло. Соответственно, в отношениях с родителями — это если родитель, так скажем, абьюзер, а ребёнок его любит очень сильно и защищает. Родитель — абьюзер. Ну да. Давайте посмотрим на примере, да? Поэкспериментируем. Ну естественно. Антон у нас будет таким ребёнком как раз. Антон, я буду давать задание. Если вы не будете справляться, вам нужно будет приседать. Причём просто приседать, вот приседать до тех пор, пока... Можете, да, потому что вы не будете справляться. Мне встать надо. Встать не надо. Слышите? Встать, я встану сейчас. 5 умножить на 2 сколько будет? 10. 10 умножить на 30. 30. 100. Минус 475. Минус 4... Минус 100... Минус 125. Приседайте уже, начинайте. Почему? Я правильно всё сделаю. Минус 125 будет. 25 умножить на 6. Я не знаю. Разделить на 3. Ну я всё уже не могу. Ну приседайте, продолжайте. Ну что же вы такое неумелые, ничего не можете. 4 плюс 5, приседайте дальше. Что, 9? 9 умножить на 30. Это так приятно, когда твоих коллег унижаются. Приседайте, приседайте. Вы же неправильно исправляете. Почему 9, я же сказала, правильно? Ну нет, дальше 9 умножить на 70. Как? Ну 200. Разделить на 30. Приседайте, продолжайте. Что надо? Продолжайте приседать. Я дам попроще задачку. 4 умножить на 2. Приседайте, продолжайте. Вы же не справляетесь. 8 же будет. Ну вот, 8 правильно, да. И дальше приседайте. Чтобы вы раньше не справились, приседайте. Не, я зато уже присел. Ну нет, вы же не справляетесь. 4 умножить на 486. Я могу спорить, да, по нашему эксперименту? 4 умножить на 486. Я не знаю. Ну, значит, приседать. А я не буду приседать. Что ты мне сделаешь? Присаживайся. Вы очень здоровый ребенок. Конфету свою заберите. Так вот, этот эксперимент нам показал? Показал, да, нам. Что он неустойчивый психика? Как было Антону в этом эксперименте? Вы нервировали меня. Да, представьте, что вы... А вы вообще в этом эксперименте кто, Оксана? Я агрессор, конечно же. Который подавляет, постепенно подавляет личность. А вы ребенок. Нет, а у ребенка агрессора это кто? Жертва, конечно, да. Нет, нет. Вот я ребенок, а вы агрессор. А я агрессор, да. Агрессор это кто? Я, получается, родитель. Родитель? Да, ну, мы сейчас говорим про детско-родительские отношения, где родитель рядом с ребенком, который... Почему, да, вообще происходит эта вся история? Он не умеет, не научился, ну, в связи с какими-то своими психологическими проблемами, любить. У него очень много агрессии, давления по отношению к ребенку. Он это оправдывает, ну, такое воспитание. И ребенок сейчас, ну, не способен оценить то, что вообще благо, какое я ему несу в его будущую жизнь. И вот я так ему помогаю в построении его жизни. Ребенок становится заложником такого стиля воспитания, потому что он зависим от родителей, да, это вы мне здесь можете сказать нет. А ребенок, он немного даст сопротивление, и постепенно он, конечно же, поддастся этому насилию, потому что агрессор все-таки родитель, да, родительская фигура, которая будет ему говорить, я лучше знаю, я понимаю и так далее, да. У ребенка формируется амбивалентное отношение к родителям. С одной стороны, он любит родителей, с другой стороны, он своего родителей ненавидит. Но ненависть постепенно трансформируется в привязанность, потому что ребенок все-таки боится потерять своего родителя, да, он себе не разрешает ненавидеть своего родителя, поэтому он постепенно уходит от ненависти и начинает своего родителя защищать. Вот. Плюс еще есть установки, родители всегда правы, родители лучше знают, и ребенок становится таким вот очень подавленным. Ребенком рядом с таким родителем. А что делать, Оксана, вот смотрите. Что делать ребенку? Ситуация, мне кажется, разворачивается таким образом, что родитель никогда не признает, что он тот самый агрессор, а ребенок просто-напросто не знает, что существует такой Стокгольмский синдром. Что это? Вмешательство извне должно быть, что кто-то должен прийти и сказать, представляете, ребята, у вас тут такое, пожалуйста, что-то с этим делайте. Или что, или как дальше существовать. Или когда уже ребенок вырастет, что-то осознает, как быть. Проблема даже не в том, что родители не признают. Может быть, кто-то из нас, из зрителей сейчас смотрит, да, и в себе увидит этого родителя. Довольно часто бывает так, что родители даже не знают о том, что они вот таким стилем воспитания формируют внутри ребенка Стокгольмским синдромом, да, по большому счету. Ребенок становится эмоционально подавленным, то есть это вырастет ребенок с тревожными расстройствами, депрессивными, да, какими-то состояниями. Ребенок будет в будущем не способен строить отношения с окружающим миром. Уже сейчас можно на это обратить внимание. У него уже сейчас наверняка есть сложности с тем, чтобы построить отношения с детьми, либо со взрослыми, да, там, воспитателями, учителями и так далее. И у ребенка формируется такая потеря идентичности, то есть он присоединяется к агрессору, и таким образом он, у него появляется вот это вот, формируется невера в себя, ну, как я вот сейчас вон-то он формирует, что он неправильный, я ему даю намеренно сложные задачи, агрессор он так делает, да, там, кнут и пряник, причем кнута намного больше, чем пряника. И здесь что делает жертва? Она цепляется за этот пряник и в этом прянике видит что-то такое позитивное, проявление любви, да, и она старается все сделать, я ждала вот это подтверждение, что позитивное тоже может быть, все сделать, чтобы внутри этого агрессора найти вот это тепло, вот эту любовь еще раз, да, опять и опять совершить какое-то действие. И этот человечек маленький, он уверен в том, что он делает что-то не так, раз ему не дают этот пряник. Да, и он, вот, если родители еще могут нас сейчас услышать, с этим что-то сделать, понимая, что вот сейчас они формируют внутри ребенка этот синдром, то ребенок, да, он становится заложником этой ситуации, и только когда он вырастет, он может с этим что-то сделать. Либо, да, люди, наблюдающиеся со стороны, могут начать сигнализировать о том, что отношения неправильные. А что в будущем-то грозит ребенку, если вот он в таком живет режиме? Просить и добавить, а не может ли потом в будущем быть такого, что они поменяются местами? Может быть и такое, может быть и такое, что мы увидим человека, который не уверен в себе, не умеет строить отношения, как я сказала, это тревожное расстройство, различные невротические состояния, да, пограничные состояния, с которыми будет жить ребенок, взрослый уже, да, и это человек, который будет бесконечно искать любви взрослого, вот этого родителя, это значит, я остаюсь в позиции ребенка, и вокруг меня формируется круг людей, которые подтверждают, что я какой-то неправильный, потому что я из своей позиции, я нелюбимый, формирую вокруг себя круг людей, если, конечно, такие люди найдутся. Это довольно-таки одинокие люди, которые сложно строят отношения с окружающим миром. Да, и они могут действительно из вот этого своего напряжения также нести какое-то разрушение в отношениях, потому что они через разрушение научились строить отношения, а через любовь нет. Да, грустно, конечно. А чего грустить-то? Надо работать над собой. Надо работать над собой, да, но просто грустно, что, может быть, кто-то не захочет в себе это замечать, и так будет продолжаться. Он бесконечный крон. Нравится человеку агрессировать. Он зачем ребёнка родил? Такой стиль воспитания. Антон! Ну, здесь бывают такие люди, Лера, такой современный. Мир, да. Если вы выросли в таких отношениях, и вот сейчас нас слушаете, понимаете, что вот, да, случилась такая жертва, конечно, на это нужно обратить внимание и незамедлительно обратиться к специалисту, потому что там достаточно травмированная личность, но это можно изменить внутри личности. Психолог вам поможет на этом пути. Радует только то, что действительно психологи могут помочь абсолютно с любой проблемой, и вы вправе всё это исправить. Копите деньги, я обращаюсь к психологу. Оксана Анищенко у нас была. Да что такое? У нас денег нет, поэтому мы быстро с ней хотим попрощаться, чтобы час не прошёл. Продолжение следует...